МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании Город. Время говорить главные темы сегодня. Кто нас возит? Рязанские дорожные полицейские провели рейд по водителям маршруток. Играем и будем играть. Полицейские регулярно закрывают игорные притоны, которые, в свою очередь, также регулярно открываются вновь. В Рязани следователи пытаются установить вину мамаши, убившей новорожденного малыша. А теперь во всем подробнее. В Москве шерстят рынки после того, как дагестанец проломил голову полицейскому. Гостя защищали всем кавказским миром, в том числе и женщины, хотя задерживали джигиты за изнасилование несовершеннолетней. Помогали педофилу таким образом. Министр МВД в недавнем прошлом главный полицейский Москвы Владимир Колокольцев объявил рейд по приезжим с юга, которые оккупировали российские рынки. Задерживают, составляют протоколы и, разумеется, отпускают. Нефтяное подбрюшье России выше закона. Если не так, приведите примеры. Надоел беспредел, что и говорить. Во многих российских областях идут бунты против приезжих. Достаточно почитать отчеты информслужб. Власть должна положить предел бандитской экспансии из южных регионов и азиатских регионов. Это требование времени. Да и то, почему на рынках владычествуют люди с Кавказа? Кто им дал права руководить торговлей? Почему муниципалитеты не следят за положением дел, хотя существует и управление отдела, занимающиеся только этими вопросами? Почему гастарбайтеры оккупировали стройки, фастфуды, маршрутки? Ответ один. Дешевая рабочая сила, криминал и коррупция. Короче говоря, нам чужих бандитов не надо, своих хватает. А вот как кавказские люди относятся к полиции и к закону. Что вы делаете? Сегодня рязанские дорожные полицейские провели рейд по приезжим водителям, которых задействовали владельцы маршруток. Разумеется, не потому, что они лучше крутят баранку. Им платить можно поменьше. Вот и весь разговор. Других мотивов не существует. Это к вопросу о растущей безработице в России. Продолжаю тему. Оксана Тебенихина. Регулярные рейды ГИБДД теперь стали более направленными. Если быть точнее, то правонарушения, совершаемые нашими соседями с юга, порядком достали всех участников дорожного движения. Ведь незнание российских ПДД чревато. И все это понимают, кроме самих нарушителей, конечно. 5 ноября этого года вступает в силу закон номер 92 о внесении изменений в закон о безопасности дорожного движения. Основные моменты следующие. Ну, во-первых, с этого числа, с 5 ноября, будет запрещено водителям, если они не имеют российского водительского удостоверения, заниматься трудовой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. То есть это грузоперевозки, пассажирские перевозки и так далее. Теперь на рейдах, посвященных исключительно водителям общественного транспорта, присутствует сотрудник Федеральной миграционной службы, который проверяет документы приезжих работяг. Иностранцы у нас сюда приезжают на заработок. У них здесь, как правило, в основном не семьи. Их все так держат. Работают они, как встали с утра. Чем больше они катаются, тем, соответственно, больше зарабатывают. Соответственно, когда-то это все накладывается, накладывается. Поэтому и ДТП, и культура их вождения, мне кажется, все от этого зависит. Еженедельно количество мигрантов увеличивается, а вместе с ним стало расти количество преступлений и нарушений на дорогах. Радует, что после некоторых событий блюстители закона начали бороться с давно запущенной проблемой. Уж извините за прямоту, но загорелые экзелисты и фанаты заниженно тонированных приор настолько въелись в жизнь россиян, что это давно перестало быть смешным. Таких товарищей легко можно назвать стереотипом. Став свидетелем или жертвой откровенного хамства на дороге, мы уже и не удивляемся тому, что за рулем машины-убийцы находится горячий парень с гор. А кто бы мог подумать, что так вообще когда-нибудь будет? Еще одно дорожное транспортное происшествие с участием казахского водителя произошло в Рязанской области и опять на трассе Москва-Челябинск. Здесь, по данным полиции, виноват водитель из Саратова. От сильнейшего удара легковой автомобиль был настолько изувечен, что водителю не удалось выжить. Он погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. При осмотре повреждений легкового автомобиля было обнаружено, что протекторы шин были настолько изношены, что их практически не было видно. К другим темам. Рязанские полицейские накрыли очередной игорный дом. Почему-то этой информацией не кажутся сенсацией. Игровые клубы закрывают регулярно. И так же регулярно они возрождаются из пепла. Почему? Ну что тут ответить? Да потому. Сами догадайтесь. Игорный бизнес – это живые деньги, которые нужны всем, в том числе и важным ответственным начальникам. А интересы закона – дело десятое. На выходных рязанские полицейские в кафе «Атлантик», причем уже не в первый раз, изъяли игорное оборудование. В помещении оперативники обнаружили покерные столы и записи крупье, подтверждающие, что здесь шли незаконные азартные игры. Сейчас на владельцев изъятого игорного оборудования заведено дело об административном правонарушении. Оперативники установили, что желающим в этом заведении предлагалось сыграть в карты на деньги. При досмотре стражи порядка изъяли три сукна, 179 фишек разного номинала, семь колод карт, записи крупье, подтверждающие клиентские ставки, а также таблицу статпокера. По данному факту проводится проверка. Организаторы азартных игр в кафе «Атлантик» будут привлечены к административной ответственности. Впрочем, даже полицейские признают, что нынешние незначительные размеры штрафов вряд ли остановят организаторов подпольных азартных игр. И в это заведение стражам порядка через какое-то время наверняка придется наведываться вновь. С другой стороны, логическая цепочка такая. Начальник заведения, который регулярно нарушает закон, должен быть уверен, меня отмажут. Иначе никак. С другой, полиция приезжает в адрес по наводке. Иначе никак начальство не поймет и выезд не подпишет. С третьей стороны, начало квартала, надо давать показатели. Или на самом деле у наших полицейских нет данных в связи с очередным открытием игорного заведения. Тогда жаль правоохранительную систему. Сегодня стали известны подробности расследования уголовного дела о смерти малыша в одном из районов Рязанской области. Подозревается мамаша ребенка. С подробностями Олеся Харлина. Погибший малыш был третьим ребенком у этой, с позволения сказать, мамой. Но данный факт лишь формальность. В отношении двоих первых детей женщина давно лишена родительских прав. По словам знакомых, беременность никак не отразилась на ее образе жизни. И курила, и пила, и жилищные условия отсутствовали. К ней приходили, и глава администрации к ней приходил, и к ней приходили тот же самый акушер, и местный фельдшер, и врачей уговаривали, чтобы она встала на учет по беременности, так как имеются опасения за жизнь ребенка. Она отрицала факт беременности своей. В дальнейшем судьбу ребенка как собирались распорядиться? Все равно бы узнали. Забрали бы. Ну и куда забрали? Ну это в детский дом или в дом, не в малютке. Государство. Было установлено, что ребенок родился живорожденным. При этом ориентировочная продолжительность жизни составляла до трех часов. Вот. Сама обвиняемая отрицала факт того, что ребенок родился живой, поясняя, что ребенок родился мертвый, не кричал, не дышал, признаков жизни никаких не подавал. Он какие-либо признаки жизни не подавал? Дышал, кричал, двигался? Нет. Вы проверяли это? Нет, я это видела. На лице задержанный то слезы, то ухмылка. Никаких материнских чувств нет и в помине, судя по таким показаниям. Вы стой рожали. Вы понимали, что ребенок упадет и ударится головой? Наверное, да. Может, да. Это так и получилось? Или нет? Да, так и вышло. Так и вышло, да? Главный свидетель по делу – знакомая задержанной. Ей женщина рассказала другие подробности. Убила ребенка. Живого? Живого. Ну, ей не нужен был. Она его путала сначала в какую-то кофту или что-то. Ребенок кричал при этом? Кричал. Ну, ей надоело. Она подушку голову укрыла и у меня руками удержала. Об этом почему никуда никому не рассказали, не сообщили милицию, полицию? А мне охота тоже пить следующую. Не, ну, в плане, она вам, вы как пояснили то, что она, как бы, сказала вам, попросила вас никому не рассказывать, так? И пригрозила то, что будет то же самое, что с ребенком. Да, то же самое. Оснований не доверять угрозам не было, говорит свидетель. Женщина уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью, причем мужчине. На сегодня, как говорится, достаточно. Увидимся вновь завтра в эфире телекомпании «Город» в программе «Время говорить». До встречи.